Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Не могу заставить себе работу за свои 24 года, отработала 3 дня, потом бросила, работала в продажах, общаться умела, не конфликтно, всё было хорошо. Далее, стала лень подниматься с утра, идти на автобус, стоять в толпе людей, пока доедет до работы. На работе лишний раз тоже не стремилась выполнять обязанности, уходила в подсобку и там дремала. Но с людьми на контакт шла легко, работу свою сняла хорошо, но потом мне это наскучило, бросило. Образование кроме школы не получилось, делал наши родители, за это угрызение совести не испытываю до сих пор. Теперь подкину им своего ребёнка, так как опять не хочу трудиться, у родителей нет возможности содержать нас двоих, поэтому пошла лёгким путём и набрала займов, кучать и одеться хочется. Но кредиты и займы закончатся, я хотел бы стать ответственнее и как-то пересмотреть всю эту ситуацию. Что в этом случае могу сделать? Ну, в этом случае, я думаю, самое лучшее, что вы можете для себя сделать, это пойти на психотерапию. Вот, это самое лучшее, что вы можете сделать для себя. Вот. То есть, ну, позаботиться о себе, да, и начать как-бы разбираться в своей психологической жизни. Себя. Вот. А что бросается в глаза? Ну, в первую очередь бросается в глаза то, что вы не хотите работать. Вот. Вот. И говорить я помню, что, вот, а что-то. Себя нужно заставлять. Вы пытаетесь себя заставлять работать, в смысле. Вот. Вот. Но у вас это не получается сделать. Себя заставить, я имею ввиду. И, честно говоря, это нормально. У вас не получается себя заставить. Потому что заставить себя, в принципе, не получается адекватно и продолжительно. По времени, пожалуй, что ни у кого. не получается заставлять себя на протяжении длительного времени. Потому что это довольно большие усилия. Это довольно большие, ну, энергетические вложения. Вот. И, конечно, вы можете уставать это делать. Вы можете не хотеть это делать и так далее. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, это вполне нормально. То, что вам как-то вот тяжело, что ли, заставлять себя работать. и не совсем понятно, зачем себя заставлять работать. Для чего себя заставлять работать. Вот. Ээээ... Почему вы видите свою работу, ну, точнее, вот, да, свою работу, свою деятельность? Вот так, то есть вы видите для себя в этом как бы определенную угрозу получать, вот, вы видите для себя в этом что-то, что вам неприятно, вы видите для себя в этом что-то, что вам не интересно, вот, и я думаю что действительно здесь кроется страх, страх ошибиться, например, а человек который не хочет ничего делать в первую очередь боится ошибки, как правило. Именно это является такой основной, если можно так выразиться демотивирующей тенденцией, когда человек понимает что делать что-то ему вроде бы хочется, делать что-то человек хочет, и он бы делал что-то, но выникает ощущение что тяжело это делать, а ощущение что это делать тяжело может быть связано только с требованиями к себе, это может быть связано только с тем как вы относитесь к своей деятельности, да, как вы ее воспринимаете. И я бы сказал, что судя по вашему описанию вы как раз таки воспринимаете свою деятельность, ну мягко говоря, мягко говоря не очень хорошо. И вот наша задача, наша задача она в том и заключается, чтобы понять, что в этом для вас такого демотивирующего, вот, ошибка или может быть что-то другое, вот, что-то чего вы не замечаете. Вы говорите о том, чтобы стать ответственным. Я вас понимаю, но, простите, стать ответственным для чего вы хотите? Вот что, на мой взгляд, важно. То есть, если вы хотите быть ответственнее, то зачем? Вдохновляют ли вас те цели, которые вы будете достигать, и которым вы будете идти, став более ответственными. На мой взгляд, это очень интересный момент. Потому что, если цели вас не устраивают, да, вот, если цели вам, ну вот, как-то не импонируют, можно так выразиться, вот, то вряд ли вы получите мотивацию. Вообще, для начала я бы, наверное, обратил внимание на ваш, так скажем, ценностный аппарат. То есть, у вас есть, ну, скорее всего, у вас есть какие-то ценности. И, на мой взгляд, первая задача, первостепенная задача могла бы заключаться именно в этом. Понятно. Какие у вас ценности. И что для вас на первом месте, например. Потом уже на втором месте, на третьем месте и так далее. Вот. Но пока вы сами для себя не установите вот эти вот ценностные приоритеты, вот, вы так и будете, в принципе, постоянно, как бы, жить вдруг. Вот. Из, скажем так, ценностной структуры можно выделить и следующий неприятный субъективный момент. Этот момент касается того, что человек, у которого есть определенные ценностные трудности, да, не обладает, ну, скажем так, крепкими личными границами. То есть, такому человеку довольно сложно как-то вот себя отстаивать. Сложно как-то вот продвигать свою какую-то, ну, позицию, да, свою какую-то точку зрения и так далее. В общем-то, именно этим объясняется пассивность. Человек, как бы, говорит, ну, не очень понимаю, во что, так сказать, борюсь, во что сражаюсь и чего вообще хочу получить в итоге. Есть здесь, возможно, и какая-то подавленная агрессия, потому что, ну, именно посредством нее, агрессия, то бишь, человек отстаивает свою самость. То есть, если вы ее самость не отстаиваете, значит, вы агрессию же управляете. Так что, тут тоже очень важный момент увидеть это и, значит, ну, признать, осознать и выразить. Отдельным пунктом здесь можно выделить наличие обид на родителей своих, ну, ваших, ваших родителей, если они есть. Вот. То есть, отдельным пунктом здесь можно обратить внимание на то, а есть ли у вас обиды какие-то на, ну, на ваших родителей. Вот. Имеет ли место быть такого рода обиды у вас? Вот. Или вы, к примеру, попросту, ну, попросту не признаете и не принимаете того факта, что эти обиды имеют место. Вот. В любом случае, в любом случае, на мой взгляд, с этих, ну, довольно базовых, как мне думается, вещей, да, нужно начинать работать вам. И уже от этого отталкиваетесь, смотрите, о чем, о чем вы, например, мечтали. То есть, ну, вот буквально, вот буквально. Были ли у вас мечты когда-нибудь, вот, что эти мечты из себя представляли? Вот. То есть, если вы мечтали о чем-то, допустим, вот, то о чем вы мечтали? Что это были за мечты? Вот это, на мой взгляд, тоже очень и очень важный аспект, вот. Потому что есть ощущение, что вы, вот, погребены сейчас под какими-то обязанностями, вот, погребены сейчас под долгами реальными или психологическими. Не так, это важно. По итогу, совсем забыли про себя. Вот. Ну, как бы. Совсем очевидно, да, что ничего хорошего для вас из этого не выйдет. Вот. Вот. Вот, когда так. Да, конечно, само собой, само собой, что очень может кто-то быть похожим на некую такую депрессию, да, на некое такое депрессивное состояние ваше, когда отсутствует, по сути, мотивация какая-либо что-либо делать. Вот. Поэтому вам совершенно справедливо, на мой взгляд, порекомендовали обратиться к врачу эндокринологу. Вот. И, действительно, очень важно исключить из вашей картины, да, из вашего, так скажем, анамнеза физиологическую составляющую. Вот. Это очень важно. Ведь, может быть, у вас просто нарушена химия тела и всё. Вот. Так что, тут тоже довольно, довольно деликатный момент, на который мне хотелось бы, конечно, обратить ваше внимание. Вот. Дальше. Вы говорите про ребёнка, про то, что отдали ребёнка родителям. Сейчас. Вот. Там ещё не хотите трудиться и так далее. Вот. Значит, в определённый момент вашего сообщения, в определённый момент вашего текста у меня сложилось вот такое впечатление, да, что вы себя как будто бы, ну, бичуете. Вот такое у меня ощущение сложилось. То есть у меня сложилось такое впечатление, что вы как бы, вы как бы себя бьёте. Вот. Ах, типа вот я и тут, и там, и вот такая, я плохая. Вот. Похоже на аутагрис. В купе с тем, что вы не чувствуете вины, а вина это всё-таки, чувство хоть и, ну, не самое лучшее, да, это чувство. Ну, я понимаю, но всё-таки чувство, наверное, естественно, вот, то есть вы не чувствуете вины, но при этом как будто бы себя обличуете, говорит о том, что оно, оно может быть вытеснено вами, то есть вы могли его вытеснить. Вот. А, ну, на его место, на место, на место вины, на место вины обязательно придёт что-то другое, ну, что-то другое. Вот. И в вашем случае, ну, в вашем случае, вот, а что-то другое, это вот вполне может быть такое вот самообичевание получается. Вот. Вот. И если это так, вот, если это действительно так, если вы действительно, ну, как бы, чувствуете, вот, что вы чувствуете себя, да, то это то, это то, что нужно корректировать. Конечно. Вот. Ну, я думаю, примерно, примерно так вам можно ответить с точки, с точки, с точки, с точки зрения психологии, да, и с точки зрения психотерапии. Вот. Тут есть, конечно, конечно, нюансы обязательно, на которые нужно обратить внимание. Вот. Вот. Но в общих чертах, если говорить вот именно в общих чертах, вот, то я бы ответил вам примерно вот так, в таком, в таком ключе. Вот. Вот. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать нацепую работу, позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Желаю вам всего получилось.